Сегодня у нас очередное заседание Государственной Думы, будет 69 вопросов в целом, 62 вопроса основной повестки, из них 12 законов нашей фракции. Сегодня, вы знаете, планируется подведение итогов избирательной кампании по выборам президента и, к сожалению, с нашей точки зрения бравурное заявление ЦИКа о том, что все чисто, гладко, ну как минимум не соответствует действительности по нескольким обстоятельствам. Мы еще раз заявляем, что такой грязной кампании не было с 90-х годов, потому что кандидат, выдвинутый нашей партией, о нем ваши коллеги давали или только плохо, или ничего. Причем впервые, даже Чуровская комиссия этого не допускала, в контрагитации против нашего кандидата участвовали и председатель, и его первый заместитель, и члены избирательной комиссии, что недопустимо. Вероятно, это побудило целый ряд председателей совершить, с нашей точки зрения, уголовно наказуемые преступления, как-то было на участке 667 Марьиной Рощи, как-то было на участке 225 города Батайска, Ростовской области, как-то было в Магадане и в целом ряде других субъектов федерации. Но самый прискорбный случай произошел в Марьиной Рощи, где офицер, без царапины вернувшийся с Чечни, получил травмы, которые могут сделать его инвалидом. Именно за принципиальную позицию и требование пересчета, законное требование, подчеркиваю, пересчета бюллетеней в неопечатанном КАИБе. Председатель неоднократно ему угрожал. После отказа подписывать протокол и выхода из участка, на них было совершено нападение с жестоким избиением двух членов нашей комиссии, нанесение тяжелых травм Егорову Ивану, майору медицинской службы, в прошлом, в отставке. Но самое прискорбное, что к нему в палату уже приходили два сотрудника полиции, которые понуждали его дать показания, что это не связано с выборами. Мы считаем это вообще недопустимым фактом и потребовали в Генеральной прокуратуре проверить все обстоятельства дела и привлечь всех виновных к ответственности. Кроме того, мы бы хотели отметить, что классики давно сказали, правительства, делающие себя несменяемыми, готовят жестокие революции. И я считаю, что если как бы вновь избранный президент не прислушивается к этим вопросам, то, к сожалению, нарастающие вопросы социального, экологического, экономического необустройства России, они в принципе ускорят эти процессы. Сегодня рассматривается ряд законопроектов, внесенных нашей фракцией, Коммунистической партией Российской Федерации, в их числе и законопроекты о Знамени Победы. Их три альтернативных законопроекта. Почему я говорю на эту тему? Потому что, наверное, не так много будет возможностей непосредственно к 9 мая об этом сказать, потому что мы с 13 апреля примерно все уедем в регионы. А сегодня мы будем рассматривать эти законопроекты. Символ Победы – это наша гордость. И мы должны четко понимать, что чем чаще мы видим этот стяг над зданиями, на флагштоках, тем лучше это для памяти о победе, о героическом прошлом нашей страны, нашим будущим поколениям. Мы должны помнить это, а будущие поколения должны учиться любить свою Родину так, как это делали солдаты Великой Отечественной войны. Мы говорим о том, что Знамя Победы должно развиваться, гордо развиваться в День Победы. Но наш законопроект говорит еще и о том, что не только в День Победы должны быть эти стяги, а еще и в дни воинской славы, в дни значимые, исторически значимые для нашей страны. Потому что это наша национальная гордость, это наш национальный символ. Это знамя взвелось над Рейхстагом, над куполами Рейхстага в 1945 году, когда мы гордо заявили, что мы не отдадим независимости своей страны. Сегодня у нас есть другой страшный враг. И Знамя Победы, этот символ, он ведет нас на борьбу с несправедливостью, в том числе и социальной несправедливостью, и с коррупцией, и с безответственностью, и с теми всеми моментами, которые породила уродливая система власти в нашей стране, которая называется вертикаль. И эта система власти породила прямое противостояние населения и этой власти, например, в Волоколамске. Там действительно имеет место системная проблема. Это не отдельно взятый взрыв, не отдельно взятая проблема. Это проблема согласования интересов частного бизнеса и общественных интересов. По большому счету в Российской Федерации сложилась сегодня ситуация, когда интересы частного бизнеса ставятся выше интересов простых граждан. Многочисленные протестные процессы прокатились по всей стране. Это и Челябинск, это и Балашиха совсем недавно, на ней избавившаяся от своего полигона с вертвыми бытовыми отходами. Это и точная застройка. Это и моя родная Ульяновская область, где никто не спрашивает людей, размещая вредное производство очередное, либо размещая очередную свалку. Процесс согласования, предусмотренный в градостроительном законодательстве, минимизирован. От людей практически ничего не зависит. Это приводит как раз вот к такого рода стихийным протестам. Более того, попытки провести местным референдум в ряде регионов Российской Федерации встречают сопротивление со стороны местных властей. То есть волеизъявление, прямое возделение граждан блокируется, нарушается право граждан, на выражение своего мнения, нарушается право граждан на благоприятную экологическую среду. Поэтому первый момент – это отсутствие сегодня законодательных, нормальных механизмов согласования с населением размещения тех или иных вредных объектов. Ну и второй момент – это, собственно, сама экологическая составляющая. Даже построив какое-то предприятие, на сегодня люди не могут быть уверены в том, что те заявленные изначально выбросы, те заявленные изначально концентрации будут соблюдаться тем или иным, скажем так, той или иной организацией, тем или иным вредным объектам. В результате недоверия, в результате протесты, которые, на мой взгляд, и на взгляд нашей фракции будут только нарастать, если это не получит соответствующего законодательного разрешения. К большому сожалению, позиция чиновников сегодня исходит исключительно из коммерческих интересов крупных монополистов, если мы говорим о полигонах твердобытовых отходов, если мы говорим о размещении крупных и вредных промышленных объектов, и не защищает интересы простых граждан. В этих условиях поведение граждан, реакция граждан в городе Волоколамске вполне объяснима, объективно обоснована и, естественно, не может быть сегодня каким-то образом наказана со стороны правящих наших кругов, со стороны чиновников, со стороны правоохранительных органов. У людей просто не было другой возможности заявить о своих правах. Со своей стороны фракция КПРФ сегодня подготовит протокольное поручение на заседание Государственной Думы для того, чтобы запросить информацию, связанную с причинами отравления десятков граждан, большинство из которых детей в городе Волоколамске, с причинами и последствиями возможными размещения огромной свалки на этой территории и с результатами, естественно, проверки, которые проводят сегодня компетентные органы, начиная с Генеральной прокуратуры и заканчивая, естественно, Министерством здравоохранения Российской Федерации. Мы надеемся, что, получив эту информацию, мы сможем сформулировать свои законодательные предложения, в очередной раз направленные на защиту прав простых граждан и на защиту общественных интересов. Проблема мусора, она комплексная проблема. 90% муниципальных образований имеет дотационный бюджет, а ответственность за подготовку проектно-сметной документации лежит на бюджетах местного самоуправления. Это вот базовая проблема. Если ее не решить, перераспределив бюджетные средства и налоговое поступление к прежнему пропорции 50 на 50, то эта проблема, сколько бы они ни кричали, она решаться не будет. Ну и, конечно же, правильно Алексей Владимирович сказал, это проблема мусорной мафии, которая, в принципе, в нарушении всех законов и тревогий, даже существующих, в наглую перегружает полигоны бытовых отходов. Субтитры создавал DimaTorzok